Я искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником и, конечно, желаю крепкого здоровья, успехов, всего самого-самого хорошего. И хотел бы, чтобы мы нашу такую официальную встречу, официальное сегодня мероприятие начали с того, чтобы почтили минуты молчания тех медицинских работников, которые, выполняя свой профессиональный долг, сегодня отсутствуют и не с нами. И, заболев, они покинули наш мир, вечная память. Прошу всех садиться. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, год, который мы с вами прожили от прошлого дня медицинского работника, выдался очень сложным и непростым. Весь мир, мы не исключение, живем в новых реалиях, новых условиях, условиях пандемии. И, планируя поменять наше отношение к медицинскому сектору, к медицинскому департаменту охраны здоровья, мы не предполагали себе, что настолько это своевременно поставленная нами задача. Я рад, что мы подошли, и нас достала эта беда не врасплох. Есть одно настоящее и самое ценное – это вы, медицинские работники, которые, несмотря ни на что, смогли, благодаря своему профессионализму, смелости – это правильное определение – смелости, патриотизм своей профессии, стать на защиту здоровья одесситов. Спасибо вам огромное за это. Можно поаплодировать. Я переживаю за вас, за то, чтобы у вас была достойная зарплата, чтобы у вас были достойные условия труда. Переживаю за то, чтобы вы были здоровы. И еще раз поздравляю вас с этим праздником искренне. Вас, ваши семьи. Берегите себя, будьте здоровы. С праздником. Спасибо. Спасибо, Геннадий Леонидович. Документ на квартиру запрошуется. Залевска Людмила Луківна, молодша медичная сестра Дитячого консультативного диагностичного центра. Памятное фото и долгоочекована квартира. Запрошу Бобкову Людмилу Михайловну, заведующая клинико-диагностичного лаборатории консультативного диагностичного центра номер 6. Людмила Михайловна. Мы и Департаменту здравоохранения, потому что сами не подозреваю, действительно, это двойной праздник, а в моей семье это тройной праздник, потому что в этом году на День медработника у моей мамы большой юбилей, ей 65 лет. И такого подарка для моей мамы я вам очень благодарна. И от себя, и от всей своей семьи. Искренне благодарна. Спасибо вам. Мне бы хотелось поблагодарить вас за то искреннее уважение, к которому вы к нам относитесь. Мы все это чувствуем. Это правда. Вы уважаете нас, медицинских работников. Спасибо вам огромное за это. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Дорогой Геннадий Леонидович, Светлана Николаевна, дорогие присутствующие. В этом году исполнилось 50 лет, когда я вступила на стезю самой гуманной профессии детского доктора. Из них 47 лет я отдала организации здравоохранения, совершенствованию детской службы в нашем городе. И я хочу сегодня выразить благодарность всем начальникам управления, а их было 8, пока я работала, и мэром тоже нашего города. Но никто за мои годы, я не видела, чтобы столько было сделано, я буду говорить о педиатрической службе. И, может быть, я бы не стояла с этой номинацией сегодня, если бы не благодаря вам. Вы не сказали самое главное. Вы сохранили педиатрическую службу в единственном городе Одессе со всей Украины. Низкий вам поклон, нижайший поклон. В День медицинского сотрудника Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает минимальную зарплату медикам. Для среднего медперсонала не менее 13 тысяч, для врачей не менее 20 тысяч. Праздник, так уж праздник. Я хочу, чтобы на ваших лицах всегда была улыбка, в доме было тепло, а на душе было спокойно. С праздником вас, дорогие. Я переконаний, что одесские медики найкраще. Щодня мы бачим ваш профессионализм, вашу турботу про процентов. Пандемия COVID-19 очень хорошо показала, как в Одессе пощастило с медицинскими работниками. Вы проявили невероятную мощность и твердость духа. Вы остались на этой войне, на передовой и продолжали бороться за здоровье и жизнь одесситов. Сейчас общая фотография. Дякую ему. Будь ласка, приветствуйте облазковые деревни Киев, центры первой медико-санитарной допомоги. Будь ласка, приветствуйте облазковые деревья.